Валентина Зубарева долго не могла решиться на вакцинацию. Слышала неоднозначные мнения от друзей и родственников. Коронавирусом не болела. Взвесив все за и против, пришла в клуб активное долголетие, чтобы поставить первую прививку. Штаммы меняются, очень тяжело идет грипп. Во-первых, работа с детьми, не хочется быть зараженной и заражать других. Даже если я и заражусь, но уже не в той форме буду болеть. А вот с момента вакцинации Анны Мулиной прошло уже полгода, и она пришла уже во второй раз. В первую очередь, чтобы жить активно, чтобы принимать участие во всех мероприятиях, нужно привиться. Последствия были такие, что можно, как говорится, пережить. Не бойтесь, прививайтесь. Потому что самое главное, что вы обезопасите себя и своих близких. В период сезонного роста заболеваемости в клубе активное долголетие также начала проходить иммунизацию против гриппа. Специалисты напоминают, что не стоит торопиться делать сразу две прививки. Необходим временный интервал в 30 дней между вакцинациями. Грипп и другие возбудители пневмонии никуда не пропали. Они также присутствуют. Данная вакцинация гриппа от пневмококка существует достаточно давно. Побочных эффектов минимальное количество. Спектр заболеваний, с которыми противопоказана данная вакцинация, достаточно минимальный. Поэтому вакцинироваться обязательно, особенно взрослому населению. Врачи уделяют особое внимание вакцинации лиц старше 60 лет, так как в таком возрасте организм хуже борется с вирусами. А поставить себе прививку от COVID-19 можно во всех поликлиниках городского округа, а также в мобильных пунктах.